Привет, друзья! Как я обещал, у нас скоро будет ролик такой, потрясающий ролик на телеграм-канале у меня. И поэтому, кто не записался, вы сейчас запишите, чтобы вы посмотрели. Это буквально день-два, и будет потрясающий ролик. Я вам хочу сказать сейчас, вот видите, написано синхрогимнастика. И я здесь по вашему совету написал зелёным немножко, на синим, чтобы вот там мне посоветовал. Участник школы, человек будущего хомофутура, что может быть красное с зелёным сочетать, а не синим. И я поэтому сделал зелёный и синий, но чтобы понятнее было, какой выбрать. Спасибо за советы. Вот включаем коллективный разум, чтобы мы вместе искали решение. И вот смотрите, что интересно. Я проанализировал очень много ваших комментов. И в телеграме проанализировал, и в WhatsApp, где мне в личку пишут, и пишут мне ещё там ВКонтакте в личку. Вы знаете, какая интересная картина получается? Во-первых, дело в том, что когда я там пишу под видеороликами описание, ну мало людей, кто смотрит, а надо посмотреть. Там написано главное, что метод ключ вообще-то сам по себе основан на осознанном использовании в виде упражнений инстинктивных действий человека, инстинктивных реакций, которые он и так делает сам. То есть ключ внутри нас, как бы, в неосознанном виде помогает нам в условиях, когда у нас подскакивает напряжение, стресс, страх, боль какая-то. Сам человек инстинктивно делает какие-то действия. А ключ помогает нам, вот эта теория ключа и примеры, которые я привожу, помогают нам. Это очень интересный момент, послушайте внимательно. Индифицировать, индифицировать вот эти самые наши инстинктивные действия, их осознать помогает. Вот эти все примеры, которые я даю, я там пишу. Подбирайте действия по критерию максимальной комфортности, чтобы они вам соответствовали, потому что там нет противоречия между действием и вашим текущим состоянием. И когда вы перебираете эти действия с поиском, какое действие вы можете сделать легко, свободно, комфортно. Это то самое действие, которое организм сам пытается сделать, а вы теперь осознали его. И делайте осознанно. В виде упражнения. Ну там я и говорю, сколько раз в день делать, это уже дозирование, это уже так непосредственно конкретной персоной касается. Ну сам принцип синхрогимнастики – подбор действия соответственно с текущим состоянием. Так вот, что интересно. Из анализа всех ваших комментов вытекает то, что мы просто себя не слышим. Ну сколько бы я об этом теоретически не говорил, мы на самом деле не всегда себя слышим. Ну когда мы начинаем понимать механизм, мы начинаем себя слышать. И мы с Романом Газенко, когда мы беседовали на эту тему, и он специально сказал тогда фразу, что то, что не видим, то, что не слышим, мы в себе как бы не осознаем. А я еще раньше говорил фразу о том, что человек может управлять только тем, что он себя осознал, все остальное управляет им. Как интересно, правда? То есть у вас могут быть все эти инстинктивные реакции, которые вы непроизвольно делаете, когда вам трудно. Например, лежите в постели, ногой дергаете, или, допустим, когда ложитесь спать, ну какие-то делаете движения, но вы не отдаете себе в этом отчет. Пока вам не покажут и не расскажут, что такие движения есть. Вот что интересно. То есть, вот посмотрите, мы с Романом Газенко тогда вот это говорили, а сейчас я это расшифровываю. Что мы видим только то, что мы осознаем. И наоборот. И наоборот. Поэтому я ему тогда говорил фразу, которую я давно сказал, но сам ее не осознал до конца. Я говорил о том, что мы можем управлять только тем, что нами осознанно. Все остальное управляет нами. Поэтому приходится. Мне часто сталкиваться с этим противоречивым моментом, когда вроде бы я столько роликов сделал, показал, рассказал бесплатно на YouTube-канале. Везде по всем сетям стоят эти ролики. Ну, во-первых, люди мало их смотрят, потому что им обязательно хочется выйти на автора, именно с автором разговаривать. Я понимаю, но я всем советую, посмотрите несколько бесплатных ликбезов. Там много людей в Zoom выходит, там сразу все видно. Там вы можете все увидеть, все услышать и поэтому потом себе идентифицировать. Вот это же я раньше не говорил, что для самоидентификации, для того, чтобы определить, что вы делаете инстинктивно, вам надо показать несколько разных приемов, примеров. В виде упражнений или там в виде там рассказов рассказать. Это очень все интересно, чтобы вы это увидели, услышали и потом вы можете в себе это распознать. То есть между, так сказать, второй сигнальной системой и первой сигнальной системой и организмом, вот эти уровни, межуровневая логика, так образно говоря, в этой логике не хватает, конечно, в вербальной части тоже, о которой говорит Роман Газенко. Он же психолингвист у нас, и он как раз-таки нам помогает расшифровать корни слов и объяснить нам, поскольку он этим занимается специально, как профессионал, природу образования некоторых слов, которые нас всех интересуют. Ну, там слова, какие вы хотите, пишите сейчас в комментах. А вот он, в прошлый раз мы с ним говорили, он говорит, приключения, например. Все интересные, да? Приключения. Ну, вы тоже добавляйте, пишите свои слова, потому что будет очень интересный у нас ликбез скоро, полезный, с Романом Газенко, потому что само образование речи, оно как-то связано с сознанием, образованием сознания. Там есть какие-то обратные связи, очень интересные, потому что, и помните, я показывал ролик один, мы там с Сунцовым, с нашим Александром Сунцовым, Сунцов нам показывал, как выйти на нулевое состояние только таким способом, что просто сделать так, чтобы язык не повторял мысли. Как бы сделать так, чтобы безмолвие, чтобы получить в уме, в состоянии не ума, а нейтральное состояние, а Сунцов Александр предлагал нам тогда просто сделать так, чтобы он растаял. Сделайте так, чтобы язык растаял, как будто его нет. И он тогда не сопровождает наши мысли и диаматурикой внутренней. И тем самым обрывается связь, и голова тоже становится пустой. Это же интересно, правда? А теперь из этих рассуждений, если взять тезисы Романа Газенко, что интересно получается? Как образовывалось сознание у человека синхронно, может быть, с его речевой активностью языка, то есть вербализация. Вот этот корень самого механизма вербализация, то есть осознавание сопровождением каких-то действий языка. А я еще говорю про жестикуляцию, а я знаю, в Австралии или в какой-то стране люди общаются между собой, у них есть народные обычаи. Они когда разговаривают между собой, они зонтиком на песке рисуют то, о чем говорят, чтобы через зрительную модальность проходила. Очень интересно все, правда же, да? Пишите, пожалуйста, слова, которые Роман Газенко нам поможет разобраться. И мы, в конечном счете, очень скоро поймем, как нами манипулируют. Вот эти же механизмы используются и для рекламы, да, они же используются для управления, они же используются в самых разных точках нашего восприятия, а мы не подозреваем. А мы теперь будем не только подозревать, но и знать, потому что наша школа человек будущего, хомофутурус, идет впереди всех. И посмотрите, что происходит с нашими подписчиками. Неуклонно, непрерывно. Каждый день количество подписчиков прибавляется невероятно. Сто семьдесят четыре тысячи. А месяц назад было на десяток месяч. А мы не делаем никаких вливаний туда денежных или реклам каких-то. Ничего не делаем. Мы просто тему ведем, и она всех волнует, потому что мы ведем тему, как человеку развивать себя человечность. А это одновременно означает разумность, это означает сопереживательность, это означает добро, это означает защиту от всяких манипуляций. Это личностное развитие человека для того, чтобы он, сохраняя в себе человечность, сохранил человечество. Вот так. До встречи, друзья.